здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал император всея руси и европы значит тот кто смотрит мои ролики наверное видели я показывал книгу себастьяна мюнсера там есть вот такая вот интерес вот такой интересный рисунок на этот интересный рисунок значит мой коллега канал дима димов сделал вот такой свой ролик тайны руси русский царь царь царей история россии где он значит обратил внимание что вот тут вот надписи подтёртые есть есть значит вот это надписи читаются они по-русски англия вот тут можете посмотреть кому будет интересно и получается что русский царь назначал царей в европе ну как бы письменных то доказательств этого то не было но я так в этом деле ребята не сомневался нисколько потому что как-то читая одну книгу значит есть такая книга еврейские регистры и надписи читаю значит один жид значит ехал с товаром из персии по моему в крым ну и где-то там на пути обули его казаки значит ну и он пишет значит прошение царю значит царь там тыры-пыры проклятые казаки значит обули меня и он ребята значит назначает ему охрану и знаете ребята чё интересно сколько хватило охраны чтобы он спокойно доехал значит не там от волги и до крыма два казака ребята то есть понимаете царское слово или там малява письмо работала на протяжении от волги аж до крыма то есть бы было у нас царство нормально все нормально исполнялась а была власть но ребята теперь я вам хочу показать а офигительную книгу и рекомендую вам ее ребята прочитать значит исследователь нашел собрал александр касс нашел собрал и показал и доказал и доказал что это было ребята именно так как я вам говорю он был императором не только в руси но и значит в европе причем ребята этот факт упорно замалчивается всеми и нашими историками и зарубежными историками вот значит что пишет википедия а вот тут вот значит смотрим император император титул монарха российской империи с 1721 по 1917 вот так нам говорит википедия по поводу этого дела но это ребята вранье давайте я вам значит несколько интересных вещей зачитаю из этой вот книги русские цари императоры в начале нашего пути нам необходимо определиться что такое российской империи кто такой русский царь согласно словарю далее империя латинское государство которого властелин носит сам императора неограниченного высшего по саму правителя то есть императора император это высший правитель с неограниченной властью попробуем отыскать этого императора в средневековой истории сегодня считается что слово царь это обычно титул никакого особенного значения в монархической иерархии не имеющий что российской империи до петра первого не было вовсе а последними императорами кесарями были австрийцы гадгсбурге но так ли это в россии русского царя всегда считали наместником бога на земле многочисленные иноземцы прямо называли его император тиран латинское словосочетание император тиранус означает повелитель всех держав никаких других правителей в средневековой европе тиранами не именовали только русских царей самуэль коллинс бывший при дворе царя алексея прямо называют русского царя ивана васильевича тираном за турант что при современном переводе трансформировались трансформировалась в более безопасное прилагательное грозный иноземец яков рейтенфельс 17 веке пишет о беседе с царем одного немца который так и заявил ивану васильевичу ты слывешь у всех чужестранцев за тирана сам рейтенфельс добавляет про ивана васильевича он терзал также и чужеземцев и наполнил ли чуть ли не всю вселенную позор позорную славу своего тиранства поклялся тиранить тиранить всяческий весь мир так кого терзал русский тиран иоанн всю вселенную вместе с чужеземцами именно для них он был и тираном при этом тираном рейтенфельс именуют не только ивана но и царя василия вся династия русских царей и являлась знаменитой династией тиранов европы впоследствии европейские инсто историки попытались переделать истинный смысл этого титула и все превратили в нелепый фарс мол были русские цари очень злыми и кровожадными от того и тираны но речь вовсе не о нравах русских царей речь о главенствующем титуле того времени речь о тиранах императорах европы почитаем иноземные первоисточники и посмотрим как именовали русского царя современники голландский офицер яков стрюйс стрейс во второй половине 17 века пишет это обширное царство управляется монархом носящим титул царя то есть императора немецкий иезуит их же давит 1690 году свидетельствует однако поскольку слово царь очень похоже на слово цесарь под которым они подразумевают цесаря происходит так что и своего царя они называют цесарем хотя и не вкладывают в это определенного значения иностранные которые на иностранцы которые находятся здесь на службе у царя называют его не иначе как цесарь попытки автора объяснить происходящее возможным заимствованием титула царь от слова кесарь не выдержит не выдерживает элементарной критики слово царь и кесарь при известном лингвистическом переходе csk есть одно и то же получить слово царь при переводе на русский латинского слова кесарь невозможно получится кесарь а вот получить слово кесарь в переводе слова царь возможно дело в том что звук c в латинском языке как таковой отсутствует есть дифтонг звуком тс при этом буква читается как только перед двумя гласными буквами е и и согласно учебника латинского языка в н яхно просвещение 1969 года в латинском языке классического перевода со всех положениях означало звук к в латинском языке не ранее четвертого пятом веках нашей эры отмечается случай перехода звука к в афик в аферикату тс перед е и значительно позже такое явление становится распространенным получается в раннем латинском никакого звука c не было вовсе и лишь впоследствии появилась некая тс по законам словообразование очевидно что слово царь первично а кесарь есть производная слова кесарь и цесарь это вынужденная транскрипция русского слова царь связанная с заменой буква c на наиболее близкие по звучанию буквы и сочетания так и появилась на свет очень древние кесари и цесари и так слово царь есть более древнее и самосейное слово слово кесарь царь есть переводы одного и того же слова на различные языки и иезуит иржедевит очень не хотел соглашаться с очевидным поэтому и оправдывается мол называют себя царями кесарями но не продают этому значения мол дурачки но русские цари прекрасно осознавали кем они являются и зачем обличены абсолютной властью на земле они именовали себя властителями на севере и юге на западе и востоке поэтому еще в начале восемнадцатого века традиционно царь и цесарь воспринимались в россии как синонимы в словаре вакабулы или речи на славянском немецком латинских языках копиевского 1718 год издания слово слово император коесар августус переводились как кесарь царь буквально все иностранные источники шестнадцатого семнадцатого веков описывают необыкновенное величие богатства русского императора и его столицы вот как в середине семнадцатого века павел алепский описывал великолепие москвы приехав на место мы пали ниц и и возблагодарили со многим славословием всевышнего бога который даровал нам милость и благоволил нам увидеть этот великий град столицу новый рим город церквей и монастырей славный во всем мире п алепский столицу руси называют самым славным городом во всем мире новым римом не больше не меньше вот такая интересная книга вот так она начинается и ребята когда вы начнете читать эту книгу вы увидите как все это дело изымалился автор привел огромное количество книг где написано именно вот так вот именно такая версия как он тут говорит и вы увидите как эти самые книги замалчивались и уничтожались причем было бы интересно что ладно бы это делали бы иностранные значит ученые не ребята эти книги изымались и уничтожались нашими сучьими либералами вот так вот ребята замалчивают они нашу историю читайте очень интересная книга очень много он здесь нашел но просто замечательная книга давайте я вам значит и еще из одной главы тут немного зачитаю чтобы привлечь к прочтению вот этой вот самой книги по всей видимости средневековые европейцы прекрасно осознавали кто их верховный повелитель а осознавали ли сами русские кем является их царь вот что свидетельствует о русских австрийский посол майенберг в 1661 году они предпочитают свое отечество всем странам на свете ставят самих себя выше всех народов а силе и величию своего царя по предосудительному мнению дают первенство перед могуществом и значением каких бы то ни было королей и императоров как ярко жители московии считают своего государя императором повелителем над всеми королями и другими императорами а себя ставят выше всех народов тут нет никакого ура патриотизма просто таковы были реалии русские живут в метрополии огромной империи они ее создали и гордятся собой вполне заслуженно при этом они прекрасно понимают что их царь есть богом избранный властелин вселенной а как сами русские цари относились к своей миссии у каримзина в истории государства российского находим слова царя дмитрия ивановича я не только князь не только господарит царь но и великий император в своих неизмеримых владениях сей титул дан мне богом и не все ли монархи европейские называют меня императором русский царь ни на секунду не сомневался что он великий император и все европейские монархи есть его вассалы в семнадцатом веке философ юрий крижанищ так сформировал вселенскую власть русского царя нет и не может быть ни одного человека выше чем царь и никакое достоинство и величие в мире нет выше царского достоинства и величия арудж бег боят персидский посол при испанском дворе так пишет о русском царе в конце шестнадцатого века должно знать сколько могуществен государь имеющим пребывание в этом городе он великий князь и царь московский властитель пятнадцати княжеств шестнадцати королевств и двух ханств как вы думаете а каких шестнадцати королевствах идет речь королевство тогда были только в европе поэтому русский царь в глазах арунжбека есть верховный властитель всей европы вот такая вот ребята интересная книга читайте очень обалденно много тут чего написано написано здесь найдете значит вот главы есть вот такая вот глава как значит захватывали турки здесь он описывает что турки казаки это и было орда царя вот тут вот написано как они захватывали вену если увидите посмотрите вот здесь есть интересные гравюры и увидите что это правда турецкая армия осоздающая вену в 1683 году гравюра эрдек хоха то есть по официальной версии говорится что они не взяли вену постояли постояли и ушли но когда вы здесь начнете смотреть и читать вы увидите что она их них церквях были турецкие полумесяц и звезда хотя он скорее всего не являлся турецким вот рекомендую ребята прочитать эту интереснейшую книгу и вы увидите и будете гордиться нашей страной и вы сразу поймете почему англия постоянно всякие козни нам устраивает постоянно они против нас запад идет постоянно устраивает нам войны они боятся что восстановится наша великая империя спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания